Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Центр Компетенции «Доступ плюс». Меня зовут Лихонос Елена, я заместитель директора Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих имени Маяковского. Именно на базе нашей библиотеки в партнерстве с Ставропольской краевой общественной организацией Всероссийского общества слепых и при поддержке Фонда президентских грантов начал работу наш Центр. И в этом видео я бы хотела познакомить вас с организацией работы Центра, со структурой программы обучения и с тем, как, собственно говоря, это обучение будет проходить. Итак, наш Центр, Центр «Доступ плюс» предлагает пройти обучение по программе «Доступность объекта и услуг как фактор успешного организационного развития». Я не буду сейчас говорить об актуальности этой темы, ведь если вы стали слушателями этой программы, значит, вы отлично понимаете, собственно говоря, в чём эта самая актуальность состоит. Итак, каким образом можно узнать о деятельности нашего Центра? Вся информация представлена на соответствующей странице сети интернета. Найти эту страницу можно, либо набрав соответствующий запрос в поисковой строке вашего браузера, либо, если вы зайдёте на сайт нашей библиотеки www.skbs.ru и там в разделе «Специальные структурные подразделения» вы найдёте ссылку на Центр «Доступ плюс». И вот, собственно говоря, здесь вся информация представлена. Можно найти сведения о наших специалистах, контактные данные, непосредственно историю создания Центра, общие сведения о программе обучения. И, кроме того, есть те разделы, которые доступны только по логину и паролю. И, соответственно, логин и пароль получает каждый из наших слушателей, который подал соответствующую заявку. Собственно, форму этой заявки также можно найти на странице Центра. Итак, каким образом происходит обучение? Ну, прежде всего, нужно сказать, что в основном это дистанционная форма. То есть со всеми материалами вы знакомитесь удалённо, и эти учебные материалы вам предоставляются в электронном виде. Единственный момент, очный, живой, это окончание обучения, когда мы с вами будем встречаться непосредственно, как говорится, лицом к лицу, но об этом я скажу чуть-чуть попозже. Итак, программа обучения рассчитана на месяц, и её объём — это 36 часов. И по итогам вы получите сертификат о прохождении вот этого курса. В рамках обучения мы с вами рассмотрим четыре основные темы. Прежде всего, разберёмся с тем, что же такое доступная среда, что она собой представляет. Определимся с такими понятиями, как маломогильные группы населения, разберёмся с тем, кто же такой инвалид, и другие понятия. Дальше мы с вами рассмотрим законодательные основы формирования доступной среды. То есть, собственно говоря, все те нормативно-правовые акты, которые на сегодняшний день существуют, мы с вами о них поговорим, и, в общем-то, обзор их представлен в рамках учебных материалов. Дальше мы с вами рассмотрим компоненты доступной среды. Поговорим об этике общения с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Поговорим об архитектурной доступности, об информационной составляющей. Ещё одна очень важная тема, заключительная, она будет связана с организацией работы в учреждения по обеспечению доступной среды. Здесь мы с вами поговорим о том, как, собственно, эту работу построить в рамках той или иной компании, и поговорим о методике паспортизации объекта, о формировании паспорта доступности. Каждая тема сформирована таким образом, что вам предложено сначала познакомиться с консультацией по теме, это небольшой, но достаточно ёмкий по своему содержанию материал, прочитав который, вы сможете получить основное представление о рассматриваемом вопросе. После изучения вот этой консультации приводятся вопросы для самоконтроля. Вам, собственно говоря, просто нужно будет самим для себя на эти вопросы ответить, чтобы вы сами для себя смогли сделать вывод, насколько вы в этой теме разобрались. И после этого приводятся дополнительные материалы. Это различные учебные пособия, статьи, презентации, то есть все те материалы, которые помогут вам более глубоко изучить тот или иной вопрос. Вот по такой схеме каждая из четырёх тем построена. И в заключении всего курса обучения мы предлагаем вам пройти онлайн-тестирование. Каким образом? Ещё раз повторюсь, что тестирование оно тоже дистанционное, то есть вам нет необходимости куда-либо приезжать для его прохождения. В любое удобное для вас время вы садитесь перед вашим компьютером, заходите на страницу центра, вводите свой логин, пароль и можете, соответственно, знакомиться с учебными материалами, можете проходить тестирование и так далее. Что касаемо тестирования? Там предусмотрено два вида вопросов. Одни из них имеют варианты ответов, то есть вам, соответственно, из предложенных вариантов нужно будет выбрать правильный, на ваш взгляд. И второй тип вопросов, это так называемые открытые вопросы, где нет вариантов ответов, где вам нужно будет писать свой собственный ответ. Для того, чтобы пройти тестирование, вам необходимо набрать не менее 50% правильных ответов. И, собственно говоря, для этого у вас будет три попытки. И, кроме того, после прохождения онлайн-тестирования мы вам предлагаем выполнить практическое самостоятельное задание на закрепление. И, собственно говоря, вот после этого курс может считаться пройденным. И в заключении, уже после всего этого блока, мы с вами встречаемся живьём в рамках семинара, тренинга. И до чего, собственно говоря, вот эта живая встреча происходит? Для того, чтобы мы с вами могли обсудить процесс обучения, поделиться мнениями, высказать какие-то предложения, пожелания. Конечно же, мы проведём и экспресс-анализ результатов тестирования, и анализ ваших практических работ также. Ну и, конечно же, очень важный момент — это обучение сертификатов о прохождении курса. Что касаемо места проведения вот этой итоговой площадки, кочной, то оно зависит от того, в какую группу зачисления вы попали. Собственно говоря, с графиком занятий вы также можете познакомиться непосредственно на странице центра. Там эта вся информация есть. Далее. Как я уже говорила, обучение происходит преимущественно в дистанционном формате, но это не значит, что вы, в общем-то, остаётесь один на один с предложенными учебными материалами. Опять же, на странице центра есть раздел «Контакты». И вот по этим контактам вы можете обратиться к нам, к специалистам центра, с вопросом. То ли это вопрос организационного характера, то ли это вопрос технического характера. Быть может, у вас возникнет вопрос непосредственно по какой-то из тем, которые вы проходите. Поэтому в любой момент, как только возникла такая необходимость, или если она возникла, обращайтесь к нам. Мы всегда рады помочь, проконсультировать, ответить на ваши вопросы и по телефону, и по электронной почте. Ну и кроме того, там же, на странице сайта, имеется форма обратной связи, куда вы также можете свои вопросы направлять. Могу сказать, что ещё там же, на странице центра, имеется текстовая инструкция к прохождению вот этого курса. Поэтому, если вам удобнее воспринимать информацию именно в текстовом виде, вы можете прочитать эту инструкцию. Если же вам удобнее воспринимать информацию на слух, то тогда вам более комфортно будет прослушать вот этот вебинар, который сейчас для вас проходит. Ну что ж, если в общем и целом, то это всё по организации обучения. Если у вас остались какие-то вопросы, то ещё раз напомню, наши контакты на странице центра «Доступ плюс» представлены, и в любое время вы можете эти вопросы направлять, и мы всегда будем рады на них ответить. Я с вами на этом прощаюсь. Желаю удачи, желаю успехов в освоении программы, и надеюсь видеть всех вас на нашем семинаре-тренинге, который, собственно говоря, состоится после окончания обучения. Единственный момент, на который мне бы хотелось обратить ваше внимание, большая просьба всё-таки соблюдать те сроки, которые указаны в графике, потому что мы ценим ваше время, просим, чтобы вы ценили и наше время, и, конечно же, нам хочется представить вам качественный анализ вот того учебного процесса, который вы прошли, но для этого нам, соответственно, тоже нужно время, чтобы ваши работы практически, результаты ваших тестов качественно проанализировать. Поэтому большая просьба, помните о том, что на освоение учебных материалов у вас две недели, на прохождение онлайн-тестирования три дня и около недели на подготовку, на выполнение самостоятельного практического задания. Ещё раз повторюсь, если есть какие-то сложности, если нужны какие-то консультации, комментарии и так далее, обращайтесь к нам, мы всегда рады вам помочь и ответить на ваши вопросы. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч!